Всем привет, дорогие друзья! Вот вы знаете, на протяжении недели вся страна обсуждает одни и те же события. Это арест губернатора Хабаровской области господина Фургала, который случился 9 июля и последующие. За этим массовые протесты в регионы, когда люди вышли, в принципе, вполне объяснимо, потому что никто никому не объяснил, что происходит. Что происходит, задержание произошло на глазах у изумленной публики, в прямом смысле. У изумленной люди вышли потребовать ответов у действующей власти, что происходит. Более того, скажу, что обсуждают это не только на территории России, но и за ее пределами, мировое сообщество. Обсуждается все это дело не только в интернете. Обсуждается все это дело не только так называемой пятой колонной оппозиции. Об этом говорят и пропагандисты, правда, говорят тихонечко. Не в телевизионном эфире, почему-то боясь вовлечь во всю эту ситуацию как можно большее число россиян. Так, втихаря поговаривают. И тем не менее, вы знаете, у меня возник один вполне себе резонный вопрос. А где наш президент? Почему все это время молчит главный человек в стране, который, в принципе, должен был, наверное, высказаться? Объясню, почему меня интересует этот вопрос. Потому что я считаю, что в этой ситуации должен был высказаться именно президент. Это уровень президента. Это не уровень Пескова. Это не уровень даже Мишустина. И уж тем более, это не уровень кремлевских шавок пропагандистов, типа Соловьевых, Киселевых, и же с ними. Это уровень президента. Объясню, почему. Дело в том, что мы с вами говорим сегодня о стратегически важном регионе страны. Что такое Хабаровский край? Это стратегически важный регион страны. Причем, с какой стороны на него не посмотреть, и с экономической точки зрения. Дело в том, что это порт Печи Марии. Грубо говоря, это узловая точка транспортная, железнодорожная. У вас точка воздушных сообщений. Портов морского и речного. То есть, грубо говоря, это основной транспортный узел Дальнего Востока. То есть, с экономической точки зрения, это действительно стратегически важный регион. И второй момент, это стратегически важный регион еще и с политической точки зрения. Потому что, опять же, что такое Хабаровский край? Хабаровский край – это приграничная территория. И граничит она не абы с кем, а с Китаем. Вот мы часто с вами слышим от бывших военных, от разного рода околоплавающих такое словосочетание, как вероятный противник. Когда оно употребляется, оно почему-то употребляется в отношении Соединенных Штатов Америки. Так вот, в сегодняшних реалиях докладываю вам, вероятный противник, наиболее вероятный противник в случае, не дай бог, конечно, войны – это как раз Китай. Вот Хабаровский край граничит с этим самым Китаем. И, наверное, именно поэтому мне бы хотелось услышать, что думает наш президент. Вместо этого тишина, высказываются кто угодно, кроме Верховного Главнокомандующего. Более того, сегодня ночью на территорию Хабаровского края была введена военная техника. Я не совсем понимаю, с какой целью, потому что я никогда не поверю, что они там вдруг в какой-то момент решатся развернуть боевые действия на приграничной территории. Но это надо быть идиотами. В этом случае еще больше хотелось бы услышать мнение нашего президента, но, повторюсь, он где-то пропал. Как, в принципе, он пропадает куда-то последние полгода в такие знаковые для страны моменты. Мы прекрасно помним, так было, когда случился экономический кризис в марте этого года, когда обвалились сцены на нефть. Когда случился весь вот этот вот скандал с ОПЕК, наш президент куда-то исчез. Вообще со сцены наш президент исчез, в том числе и с телевизора, если раньше он хотя бы там появлялся. Вместо него начали высказываться Песковы, Мишустины, какие-то малоизвестные трики, сортные депутаты. Президент отмалчивался. То же самое было в момент, когда началась вот эта вот самая типа пандемия коронавируса. Нас всех загнали по квартирам и опять мы не наблюдали нашего президента. Вместо него опять же высказывался кто угодно. Президент наш, ну там несколько раз появился, чтобы сказать какой-то заученный текст. Вот сейчас мы наблюдаем все то же самое. У меня, вы знаете, есть только там пара вариантов, которые я бы мог предположить, почему президент отмалчивается. Ну, первый, он такой наиболее маловероятный, Путин об этом не знает. И я в него не верю, я думаю, как и многие из вас, потому что Путин не может не знать о том, что происходит, в общем, на территории стратегически важного региона страны. В связи с чем, ну, второй наиболее вероятный вариант, который приходит ко мне в голову, президент чем-то тяжело болен. Либо болен, какой-то тяжелой болезнью, поэтому он не появляется на публике, поэтому он не высказывается. Либо, простите, но это уже что-то старческое. Я прекрасно помню, там, 98-й год, хотя я был еще молодым зеленым мальчишкой, но старшие товарищи тогда как бы намекали, когда случился вот этот вот экономический кризис, дефолт 98-го года, и все шутили, да, Ельцин, наверное, даже не в курсе, имелось в виду, что это был такой намек, что дедушка уже в маразме, или, может быть, где-то в запое, поэтому он и не знал, что случился вот этот вот дефолт, ну, шутки шутками, а у меня, повторюсь, возникает вполне резонный вопрос, потому что я бы очень хотел узнать мнение нашего президента, думаю, как и многие, тем более, что это действительно, это его уровень, кроме как президент, здесь никто не мог, не может высказаться, особенно сейчас, когда это уже очень-очень здорово затянулось, люди волнуются, а в регион вводится, повторюсь, военная техника, только что вот вам показывал кадры, поэтому, друзья, вы подумайте об этом, всех с пятницей, ну, и завтра увидимся, услышимся, как обычно в эфире реальной журналистике. Удачи вам!